Соскучились по филлерам. Не хотите немножечко филлеров? Отсыпем. Нам обещали, что 10 серия тоже не наполнена сюжетом. Зато нам нарисовали красивый арт, на котором мы с тобой изображены. И это дает интригу. Да, очень прикольный арт. И такие, блин, а что произойдет? Звучит как загадка. Я думал, что сюжет будет, а потом мне говорят в комментах, что это все-таки филлер. Но там что-то интересное будет, и мы с нетерпением ждем. Три картины. В Гарри Поттере можно было залезать в картины? Я забыл. Да. Можно было. Но мне кажется, не ко всем. Ну вот к сестре Дамблдору же они залезли. К сестре Дамблдору можно было. А вот ко всем можно залезать? А какое это имеет отношение к чародейкам? Не знаю, магия. А зачем ты вот это вот сейчас приплетаешь? Ну я знаю, сравнивать нельзя, сравнивать плохо. Сравнение это... Может ты еще с Винкс сравнишь с чародейками? Свинкс! Бланк, повесь на место! Бланк, иметь художник вкус. Жаденький. Мы собираем информацию о неотвратную мазню. Скорее! Ой, грустный человечек. Они такие страшные. У них глаза вот эти... Я чувствую, вот нам спрашивали в комментах, кто вы из этого сериала. Я сказал, что Бланк, я отказываюсь. Я не Бланк. И вот это... А меня не спрашивали. Так они адресовали это нам обоим. Я не видела этот комментарий. Там нас не делят на гендеры. Там сразу все, в одно, в один котел. А, так кто ты? Корнелия. Корнелия? Да. Of course. Ну, ты не Корнелия. Почему это? Корнелия, она прям самовлюбленная, самовлюбленный нарцисс. А я нет? Но очень добрый самовлюбленный. А я самовлюбленный истероид, какая разница? Ты не истероид, ты шизоид. Нет, это ты. Нет, ты не шизоид. Ты шизоид. Ой, ты депрессоид, это я шизоид. Я не депрессоид, я истероид. Ты почитала... Да, я всё почитала, я всё про себя поняла. Какой ты истероид? Какой ты истероид? Почему я не истероид? Думаешь, я хочу быть истероидом? Нет. Я вижу, что ты хочешь. Нет. Ты почитала такой, так, это что это? А депрессоиды там на скрепление, на заботу, на материю? Да депрессоиды вообще. Что? Их 70% населения. Я не хочу быть среди 70%. Я уникальная личность. Ты не уникальная среди... Оказывает, что я истероид. Ты уникальная из этих 70%. Нет, я истероид. Ты уникальный депрессоид. Всё, ребята, у кого... Ребята, помогите нам найти психолога. Ну, помогите. Ай, больно. Вилл, когда ты нас приглашала на ночной девичник, ты ни слова не сказала про тест на эрудицию. Ага, ну почти. Круто. Все же проходили эти тесты. Ну, типа, тест на IQ, тест на какое-то животное. Какое-то животное. Волк. Я тоже. Вау. Там был волк или олень, кажется, всего два варианта. Так что я точно не олень. А сколько у тебя IQ? Ой, я не помню. Видимо, маленький. Крутить видик и расчёсывать друг другу локами. И рассказывать мне, какие новые типы на меня типа запали. Иначе зачем, подруги? Я вообще-то вызвалась организовать будущий весенний праздник карнавал. Ты соображаешь? Это точно сестра Фобоса. Я уверена. Она блондинка. Да, они похожи. Она с ними тусуется. Да. Иначе зачем? Зачем её показывать? Зачем? Какой в этом смысл? Ей примерно 13 лет. И плетёт она косички тоже, как у старшего брата. У них волосы одинаковые. Они 100% родственники. Я вот думаю. Да мы всё угадали. Она милашка. Я про милашку. Ты Фобос такой, понимаешь? Он сколько ему? 27 лет. Мы ровесники с ним. Да. Я Фобос. А ты Седрик. Ты грустный чувак. Ты Седрик. Ну что ты? Замегай уже. Нет, что змея. А ты змея пустила, я. Любовная. Поэтому я типа записала вас всех в школьный орк комитет. Орк? Ничего. С девичником нас обломали. Школьный орк комитет. Комитет орков. Да. Чуть-чуть покапало. Мне пора. Пока-пока. Надо двигать отсюда. Так мы пойдём? Куда подальше? Блин, все кинули её. Директор Седикербокер сказала, что это самое прикольное. Таня Кербокер, которая читает объявы хип-хопом. Класс, тем из вас, кто хоть раз опоздал, будет снижен балл. Ладно, я глупила. Но к понедельник мне нужно будет придумать. Пицца. Хорошо хоть заказала поесть. У Хайлин очень хорошо проработанные... Мышцы? Да. У неё трицепс, дельта надплечная. Может, она плавает? Или занимается спортом неким. Может, маму вызвала? Ботаника. В лучших традициях донжуанства я пришёл скрасить вам девишни. Маштин живо унёс отсюда свои тапки. О, мой цветок в пижамке. Кто его впустил? Что это такое? Можно его убрать? Он мешает. Может, он сестра Фобоса? Тогда я хочу, чтобы Фобос победил. Ну, по нашей логике, типа, иначе зачем мы его показываем, если он не сестра Фобоса? У неё спит свою любимую настольную игру. На, держи. Вот, ребята, порадуются фотки. Блин, он меня бесит. Ребята, ты взял их в пижамах? Он всем будет скидывать их в пижамах? Вот откуда появился вот это вот, знаешь, когда сливаются фотки в всей школе. Фу. Ужасно. Я никогда не был подписан. Я тебе никто не скидывал. Я шучу. Это не шутка, ведь не было этого. Ну, у меня в школе тоже такое вообще не было. Не то, что фоток таких не было. Но в институте было. У тебя? Да? Я её как из Винк. Рыцари, слуги и колдуны. Дурацкие забавы. Они сойдут для школы типа средневековая ярмарка. Слушай, объясни мне замес. Я не очень понял, что Вилл им предложила. Типа что-то в школе организовывать. Какую-то ярмарку, видимо. Ладно, ты, я смотрю, не смотришь. Кого я спрошу? Итак, посмотрим. Лотки с играми и старинная еда. Ну, ярмарку они устраивают. Может, ещё шест с ленточками, чтобы крутиться? И конкурс, кто на свете всех милее. Можно ещё устроить рыцарский турнир. Что может быть веселее, чем сбить парня с коня палкой? Костюмы? Я придумаю такие фасоны с корсажами и этими кринолинами. Годится. Осталось убедить директрису Никер Бокер. А что за картины они воруют? Так они не воруют картины же. Нет, Фобос, ой, этот, Бланк с... Бланк, не пытайся искать рациональное зерно в его мотивации. Он делает... Нет, так Бланк и этот, Калиб, они крали картины какие-то. Нет, Калиб просто пошёл Фобосу. Вообще, я не очень понимаю, как можно каждую неделю пропускать одного и того же пацана в замок. Там вообще нет охраны. Ну, то есть, вообще, ну, сколько... Вот там тусуется. Да мы же уже определились, что охрана такая, не замотивирована работать. Такой, о, Калиб, снова ты, снова воровать. Слушай, а какой охранник вообще замотивирован работать? Ты их видел? Я их видел. Только в Литуале, мне кажется, ответственные охранники, которые за тобой вот так вот ходят. Я его до сих пор помню. Ты мужчина, ты что делаешь у помадок? Ну, он... Ты ж... Ей! Он пошёл вон отсюда! Тебе кажется, сейчас убьют. Простите, Сэр. Замечательно. Мне нравится. Ненавижу в искусстве радость и красоту. Они будут в мятежных душах надежду. Последнего придворного художника, который изобразил весёлую сцену, я навеки заточил в его собственной картине. Ни хрена себе. А, нет, вот это я. Это я. С бородой. Сука в жизни. Ну, зачем мы вообще сюда пришли? Проверить, проверить. О, та же картина! Похожа. Не похожа, а она же. Но там нет художника, который плачет. Поправляем средние века. Если неправильно, исправлять некогда. Надеюсь, Элли он обеспечит шарики. Я опаздываю на турнирную тренировку! Да, пойдёмте-ка. Клянусь, его глаза прикованы ко мне. Тебе кажется, все взгляды прикованы к тебе. Ни фига себе! Они попали в картину! Трэш. Кайф. Мне нравится. И все, и все, и все, и все, и все вокруг. Классный сюжет, мне нравится. И все вокруг такие. Вот зачем вот эти ограничения. Да, в музеях. Чтоб тебя в картину не засосало. Блин. Давай, пойдёмте ещё раз. Ну, надо правильно выбрать картину, в которой тебя должно засосать. А в какую картину бы тебя засосало? Вот знаешь, где мне нравятся картины, где античные развалины? Была целая эпоха, когда ты их рисовали. Помнишь, на, кажется, третьем этаже Эрмитажа? Да. Да, да, да. Вот прям их очень много разнообразия. Я не помню, кто её писал. Я не хочу в античность. Это не античность, это как раз разруха. Это век 17. Это век 16. Всем более. Не хочешь, да? Куда ты хочешь? Ну, вот эти вот там, где тарелки, вот и женщины вот так вот. Не, я хочу на место Даная вот так вот лежать. А я что сейчас изображал? А, да? Даная. Я не смотрела на тебя. Да, вот так вот лежишь, тётка какая-то к тебе ломится. Вот эта вот картина. Или, мане, завтрак на траве. Сидишь на завтраке голенькое кушаешь. Ой, на траве сидишь, завтракаешь голенькое. Ты серьёзно? Да. Ты историю этой картины знаешь? Нет. Давай я тебе кое-что скажу. Вот эти голенькие девушки, это эскортницы. Ну, ну. Вот эти молодые люди, это, ну, то есть... Пока всё соответствует моему плану. Что случилось? И что у меня с прической? Это Меридиан или Хиттерфилд? Ни то, ни другое. Мы внутри картины. Свои, они даже немножко нарисованы. Такая прикольная штука. То есть ты бьёшь, иди на подзатыльник. О, где он? Ты шлёп такой. На, заново. Да, может быть. Эй, мистер Поршем, верну вам коня после победы на турнире. На воз. Что? Думаете, если я девочка, так мне не победить? Нет, я о нашем уговоре. Берёшь коня и взамен чистишь мои конюшни. А у вас нет, типа, пылесоса для какашек? Они там ведь уже прижились. А представь, в картине время идёт по-другому. Ну, скорее всего. Уже лет 10 прошло. И им надо как-то развлекаться. Они уже морально постарели. Слушай, а ведь картина не такая уж и радужная. А чё в ней радужного? Там весело. Ну, ты видела, какой сейчас Меридиан? А, ну да. У этой картины должна быть какая-то связь с Меридианом. Как у моей туфли с тем быком. Так, так. Четыре из пяти стражниц. И у одной из них сердце Кондракара. А кого нет? Если захвачу кристалл, моя сила удвоится. Вызвать просто ловца. Хайлин есть. А как это? А, Ирмы нет. Слушай, так он должен наблюдать. Подожди. А, нету Ир. А, так Ирма не в картине была за лошадьми. Она там была, у себя в мире, нет? Нет. Так, а получается, все есть. Он говорит, четыре из пяти. Ирма же тут. Благородные девы. В дорогу. Нет, Ирма у себя. Ирма в мире живых людей. Простите, мы не местные. Знаю. Местность написал я. Элиас Вандал. Элиас Вандал. Вандал. Я сначала... Я это имя получил, когда баллончиками расписывал дворец Меридиана. Фобоса. Фобоса, да. Ой, Фобос. Мне прозвали Вандал. И поэтому я теперь в этой картине. Прошу вас в мою картину. Вы это нарисовали? Вы это нарисовали? Остереть вы это можете? Фрост, ловец. Быстро сюда. Ну, он не выглядит, как заплаканный. Ну, он их увидел и возрадовался. Да, мне кажется, он для Фобоса сидит такой. Мне всё ещё плохо, Фобос. Видишь, как я страдаю? Видишь, как мне тут плохо? А они там веселятся. Да, да, да. А они там, у-у-у, этот придурок думает, что нам плохо. Нарисованное пиво всем. Он всё-таки, у-у-у. В реальном картине гораздо лучше, чем в реальном Меридиане. Такой он думает, он нас тут запер. Так себе наказание, Фобос. Это он себя там запер. Тьфу. Мне кажется, эта вонь хуже у Кишины. Да, да, да. Убирал, как 10 центов получал. Что вы тут делаете? Мне кажется, что опять пора латать портал. Где Вилл? О, вовремя. Сегодня же школьный праздник. Классный костюмчик для уборки. Чтоб знал, я уже заявлена на рыцарский турнир. Ты меня не поймёшь. Чтоб ты знала, я чемпион Меридиана по турнирам в классе юниоров. И ты надел штаны задом наперёд. Ха-ха-ха. Если ты такой крутой, запишись на турнир. Небось, шлем наденешь задом наперёд. Ох, обойка для фей. Меняемся. Фобосу показалось забавным заточить меня в мою собственную картину. Вы единственная, кого я тут не написал. Как вы сюда попали? Нас четверых втянуло сердце Кондракара. Так вы стражницы Завесы. Большая честь. Теперь понятно, почему Фобос послал ловца. Вы способны освободить нас из картины? Проверим, на что мы способны. Мы едины. Наши силы здесь не действуют. Тогда вам нужна маскировка. Может, что-то вроде этого? Я думаю, этот эскиз мне особенно удался. Платье настоящее. Тут материализуется всё, что рисуешь. О, давайте рисовать наряды. Как удобно. Как удобно. Да, я здесь, кстати, о таком мечтала, что всё, что я нарисовала... Я же, типа, рисовала модель, ну, типа, одежду. Что всё, что я нарисовала, стало реальным. А я всегда сталкивался с сопротивлением перфекционизма. Я думал, что... Так, я нарисую, получится грива. И я вот этим вот кривым буду пользоваться. Ох, я очень хороша. Как я вам? Ничего, немного длинновато. Ерунда. Вот, укоротили. Итак, средневековая супермодель ждёт. И раз речь обо мне, попрошу отнестись к моему туалету с особым вниманием. Ну ладно, Корнелия очень прикольненькая. Да вообще? Я поначалу, конечно, такой... Ну, стир. Ну, вообще... Она миленькая, 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 миленькая. Очень милая эгоистка. Я Корнелия. Я Корнелия. Ты не Корнелия. Ты... Кто я? В мире чародеек. Ты Гермиона. В мире диких лошадей. Мартин, где Вилл? Где Винкс? Мы ждём тебя так дивными, когда она своя ведли. Она же ему нравилась. Да, а потом пришла вот эта француженка какая-то, блин. И он, кстати, потом и остался с ней. Типа, она всё равно красивая. Ну да. Чего он опять клипнет к Ирме? Пошёл он. Ещё одна нота, и ты съешь свою любую. Где весь Оргкомитет? До школьного праздника всего три часа. Шарики уже есть. Шарики не средневековый антураж. А в них очень и очень древний воздух. У нас есть средневековый министрель? Минуту терпения, миледи. Дозвольте настроить мою лютню. Ха-ха, посмотрим, разрешу ли я вам встречаться с теми, кого отвергла. Типа, ей сделали лоховской наряд или что? Крестьянский обычный? Да, но мне нравится. Он, понимаешь, они все такие пёстрые, а она выдержанная. А она вот прям как цвета, которые мне нравятся. Да, то есть у неё много деталей лишних. Минимализм. Смешно. Ой-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй. Как эта штука работает? То есть есть холст, да? На котором можно что-то нарисовать. Неужели за столько... Ладно, как этот мир устроен? А что он должен был нарисовать? Я не знаю, но они почему-то сразу начали платье рисовать, хотя можно было нарисовать оружие. Кстати, да. Ха-ха-ха. Ой-ёй. Как красиво нарисовано, да? Да. Ножка. Держи руку. Мне не дотянуться. Всем держаться крепче. А-а-а-а! Ой. Убедная Корнелия по говну, по грязь. Вообще трэш. Волосы её блондинистые. Сейчас в дерьме. Я... Мне за это носорога жалко. Почему? У него скоро ревматизм будет. Или грыжа. Во-первых, он с неба такой. На! На ноги. Потом дальше на него всё время прыгает. Ну, то есть он едет, он такой, слушай, ещё раз так сделает. Я думаю, что это было бы классным развитием сюжета в конце. Как они победили его? Ну, никак. Просто носорог. Просто носорог. Просто такой, я больше не могу. Сюда! Нет. Я нарисовал там тупик. Сюда. В мою студию. Ты Касио всё нарисовал. Это же, ну, картина, это не 3D, это 2D. Вот в этом весь и вопрос. Как этот мир устроен? Я это не рисовал. То есть он должен был, наверное, в своей голове это как-то нарисовать. Физически-то вот красками он никак не мог проработать. Да, это 2D рисунок. То есть или он это всё, он нарисовал вот так всё, а потом Фобос заколдовал. Да, и это стало реальное, 3D-шное. Ну, тогда как вот эти все детали были прорисованы? Вот, ну, может быть, по ходу того, как он там сидел, торчал, он потом нарисовал. А, кстати, да, там же всё можно рисовать. Да, скорее всего так. Он сидел, постепенно развивал этот мир. Страшницы ускользнули от твоего хвалёного ловца. Ненадолго, мой господин. Я думаю, этой картине не хватает персонажей. Почему бы не сжечь картину? Кстати! Ну, ваша задача убить стражниц. Сердце Кондракара... Жалко художника. Может, Фобос не такой плохой? Какие смешные! Так, всё, симулируем бурную деятельность, чтобы Фобос подумал, что нам есть за что платить. Как в «Матрице». И все люди, которые смотрят на картину в этот момент. А, кстати, как так вышло, что картина и в нашем мире, и в Меридиане? Девочки же из нашего мира попали в картину. Вот это, конечно, магия. Больно? Сердце. Это, кстати, не сердце, да? Сердце Кондракара, да. Девчонки! Ну, куда вы делись? Можно включить погромче? Иначе говоря, всё это время они просто стояли. Если все жители всегда жили... Не, жители... Смотри... Или жители просто не попадались на этот ракурс. Да, наверное, да. Они такие, сюда не выходим, потому что там камера стоит. Кошмар! А, то есть они нарисовали мотоциклы. Ничего себе, она себе Судзуки нарисовала. Судзуки? Ну, типа... Ну, это, наверное, он. Скутеры! Отличная была идея, Корнелия! С чего ему так повезло? Очень смешные скутеры. Ты видела, какой был его этой какой? С круглым таким. Не-не-не-не, длинный лимузин. Это его первый транспорт. Хотелось порадовать человека. Где ты нарисовала тормоз? А лодки рисовать умеешь? Боюсь, на целую лодку времени нет. А-а-а! Как это работает? А-а-а! Пусти! Пусти! То есть рисовать можно не только на холсте. На холсте вообще. А так это все и есть холст. Это какая сложная квантовая запутанность. То есть получается там все материя. Ты понимаешь? То есть все материя. Угу. Расстояние. То есть нет понятия объектов. Да. У меня сейчас мозг взорвется. Саша, это пультик. То есть плотность. А как они передвигаются? Нет. Возможно передвигаться. Если это чистая энергия. Нет, поехал. У меня сейчас все. У меня струны. Саша, это пультик. Господи. Просто попали в картину. Они не задумывались, как эта картина работает. Ну я задумываюсь. Ну так ты, блин, сези и смотри. Все. Стрелы кончились. А-а-а! А-а-а! Камень какая! Я они такие. Наконец-то свобода. Можно поехать на это озеро. Они даже не кусают ее. Они просто... Скорпионы, не дайте себя ужалить. Это точно! Руками! Ты бы руками смогла скорпиона отбить? Нет. Я бы обосралась просто и все. Открыть! Гадость! Ты ешь прочь! Пашни вон! Спускаем на воду! Ну вместе! Вот что? В чем проблема воды? Вода! В воде краски растворяются. И они попадают в воду. И их ноги растворяются. Вода же тоже нарисована. Ну да. Я просто не понимаю тогда, почему враги, ну... Они чуть-чуть оттуда. Вода! Мы боимся ножки промочить! Глубоко! Глубоко! Мы плавать не умеем! Что? Потому что они реально не умеют. Я не умею плавать, а они не умеют. Ну да. Ты бы такая. О, вода. Все. Да. Не погонюсь за ними. Ну ты и не Фобос. Ты и не Седрик. Его убили? Спасибо, Бланк. Калеб! Калеб! Смотри, где застряли остальные! В твоем телефоне? Внутри этой картины! Вместе с Седриком и воинами! Я видел эту картину. Мы зайдем с другой стороны. С другой? Это очень смешно. Это мой любимый персонаж. Я серьезно. Это долбался. Иди. Летающий жук. Он приближается. Ловкий фокус. Надеюсь, ты нарисовал полный баг. Кажется, речка раньше кончилась. Ты че? Так, так. Еще так. Это как VR получается. Старая технология же. Первая из VR. Ты помнишь, когда появились только виртуальные шлемы и эти контроллеры? И ты мог в 3D рисовать? Нет. Очень похоже на эту технологию. Как это? Нет, я сломаюсь сегодня! Они нарисовали в перспективе. И получали... И поплыли в перспективе. А там ведь... Как это работает? Как можно нарисовать плоскость? И чтобы эта плоскость... Войти в плоскость. И плоскость расширилась. И как детали... Как... Нет. Стой, подожди. Все, все, все. Нет, стой. Идея, когда ты просто... Объекты... Тоже говно. Саш, это просто мультик. Саш, все, все. Таблетки, пожалуйста. Ай, просто я же тут... Наконец-то избавление. Саш, эти правда стоят просто. Я следующий... Я следующий выпилиться отсюда. Спасибо! Теперь куда? Картизную галерею. Реальный Эрмитаж, третий этаж. Нужна еще синяя краска. В дегте плавать умеешь? У меня только черная. Можно нарисовать же... Ну, можно же нарисовать обрыв из дегтя. Вы все равно нарушаете все законы логики. Это волшебный мир может... Если настолько, можно же... Ладно. Ненавижу плотные... Ненавижу эти речные сплавы. Ненавижу отдых у моря. А как наквестно, что Сатрик в жизни как человеку очень симпатичный, а как змей в рот? Ну, вот так и с людьми. Вот так и с людьми. Ну, для змей он красивый. Ну, вот ты, допустим, представляешь, что ты из той же породы, Седрика Янцы. И ты тоже змея. Наверное... И я пустила, я... Все написано на репите просто. Пушку! Что это? Знаю! Сейчас устроим им боулинг! Ну, почему боулинг? Потому что это прикольно, Саш. Потому что мультик, типа, прикольно. О, боулинг! Мы как раз тоже ходили в боулинг. Дети такие смотрят и думают. Ну, можно дорисовать было к ним фитиль. И они бы превратились... А желтой краски нет. Нет, синий. А желтая есть. Откуда ты знаешь? А я вижу. Есть. Желтая краска. Не трогай меня. Краска кончилась! А можно нарисовать краску? Вау! Если мы все из одной и той же материи... Тип материи-то одинаковый. Если это материя... Вообще, нет, мы не знаем, что это такое. Блин, нарисовали бы краску из той штыри. Это гениально, правда. Это же гениально. Так можно, я тебе говорю, портал нарисовать? Время вышло. Попрошу кристалл. Он когда зубы прикусывает, ему же... Суха! Опять! Это не могу остановить такие... Он постоянно прикусывает язык. Ты замечаешь? Ну, ему так удобно. Типа, он, такая-то боль его стимулирует, он такой, а-а-а-а. Я вспоминаю болью язык. Боль напоминает мне о цели. А вот растворитель. Чё? Ещё шаг, желтопузик, и я уничтожу сердце Кондракара. Вот так. Так, слушай, а-а-а... Да, вот. Это же наоборот им в плюс. Она уничтожит сердце Кондракара, и всё, они больше не отстражнят, всё. Но завеса-то и всё такое, это не уйдет. Нет, у меня больше опять вопрос про устройство этого мира. Ты капаешь растворитель нарисованный. Да, на секунду. То есть растворитель тоже нарисованный. И нарисованная масса может уничтожить нарисованную массу. Ты уже достал за сегодня своими вопросами. Откуда мы знаем? Мы должны ответить на эти вопросы. Это не закладывалось, это знание не закладывалось сюда. Это просто мультсериал. Здесь нет этих ответов. Сто процентов, мне кажется, мне диагностируется, конечно, но у меня не задеется. Вот она! Что вы тут делаете? Девчонки, я устала держать растворитель. Ну, это бред. Они запрыгнули со стороны площади. Вспоминай, где камера. Они запрыгнули со стороны музея, который на земле, а этот? Вот у тебя на картине, да? Вот это место, площадь, на которой вот этот. Они туда ныряют, соответственно, они выныривают на площади. А здесь они находятся за... Ну, очень далеко. Они очень далеко. Как они сюда нырнули? Они такие, мы никогда не видели лошадей. И вот эти палочки нам чужды. Мы будем стоять и ничего не делать неизвестно. Почему никто не дает отпор? Узнаю я это агрессивное поведение. Всегда первая к вашим услугам. Так, еще раз на секундочку. Да ты забарил! Извини, пожалуйста. То есть они дожидались своих друзей из того мира, которые на лошадях... Да не дожидались они! Так случайно вышло. Все, что для победы нужно было, это два коня, сбруя, вот это металлическое вся, кераса и копье. Да они и ждали! Причем, сука, турнирное! Турнирное копье! Им не воевали, им не воевали, оно не для этого сделано. Саша, это просто, ну, неожиданный ход. Они не ждали... Эффект неожиданности... Дело не в этом. То есть вот они такие... Нарисую еще горы заснеживания. Так они просто убегали от погони и все. Так можно было параллельно нарисовать этих же коней, если они такие эффективные. Что? Что? Как это работает? Как это работает? Как это работает? Он разрезал в одном месте, на одной карте... Во-первых, он разрушает сам ящик. Ну, то есть, он сам, грубо говоря, портал разрушает. Как... Как они пересекаются? Как мы... Как? Это гигантский абсурд. Это гигантское... Все хорошо. Все хорошо. А почему... А почему... А почему... Это реально бред. А почему злодеи вылезли с одной стороны, а наши герои в их мире вылезли, при том, в условии, что магия должна перестать работать после того, как Фобос разрубил ножом картину? Даже если так... Да допустим! Да допустим! Да давайте допустим! Куда они падали? Сходь в портал. Вау! 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 Вот это аттракцион, а не серия! Вау! Меня просто выносит. Меня выносит просто. Это просто смешно! Я хочу там... И они сейчас жители оттуда принесли деда. И ему надо ассимилироваться. Я хочу спин-офф про этого деда, или бабку, которая вылезла из картины. Такая... И она работает в кофейне. Это было бы классно. Это было бы классно, если бы мы где-то ещё встретили бы этих персонажей. Шучели. А его как свидетеля, маленького пацана. Убили. Зачем? В картину его обратно. Мы с ним одновременно зевнули. Где Вилл Вандам? Не весенний праздник, а катастрофа. Ещё бы. Вот и Урия почему-то не оценил мою игру на лютнюю. Они всех этих средневековых притащили. Они из земли. Они нарисованные. Мы закрыли оба портала. Осталось замучить средневековый праздник. Я уже боялась, что вы подведёте свою школу. Только почему вы выглядите как рваные шлюхи? Средневековые. Ха-ха-ха. Пусть веселью, миледи. Ой! Ну я скорее дуанью. Ужас. Если меня нарисовали в роли художника, который заигрывает с жирными женщинами... Так а в роли, кого меня нарисовали? Я вот чуть не понимаю. Ты пускай ты будешь Хайлин. Нет. Смотри! Я в одежде Корнелии! Я Корнелия просто черноволосая, а ты типа художник. Но непонятно, ты плачешь или радуешься? Я плачу. Я плачу, блин, от того, как этот мир устроен. Я такой, ещё чуть-чуть, я лоткну эту кисточку себе в глаз. А почему я мешаю? Нам нужно разъяснение этой картины. Почему я мешаю Саше рисовать? Потому что я нарисовал тебе этот лук, ясно? А ты хотел что-то другое. Леопардовая тона. Да, блин, очень классный арт. Спасибо. Поставим его на обложку? Конечно. А здесь у нас недавно отреставрированный шедевр гениального, но недооценённого живописца Элиаса Ван Даля. А откуда там скутер и шары для боулинга? Ну? Он в музее работает теперь. Кайф. Сейчас заплачет. Это сестра Фобоса. И она нарисована на этой картине. Он, это был... Или она вместе с ними. Нет! Стой! Её же маленькой девочкой украли. Да. Как он мог её нарисовать? Она что, попала в картину? Я сейчас мне просто... Я сейчас изнасилую от этой серии. Они не знают, как она выглядит. Да. Иначе, если бы знали, нашли. Да. Седрик бы точно догадался про... Нет, ты помнишь серию? Её маленькой девочкой выкрала та женщина. То есть художник не мог её видеть. Да. И если бы она жила... А как... Если бы она даже сейчас попала в эту картину, нам бы рассказали. Ну, она была бы в этой картине. Всё, магия больше не работает. Это что такое? Ну, нам это покажут в следующих сериях. Нет, ты понимаешь? Вот этот филлер сделали, просто обосрали вообще всю концепцию. Нет, нормальная концепция. Нет, это типа отсылка, что она там нарисована. Вот вопрос, кем она нарисована и почему художник знает, как она выглядит. А, я поняла. Он её маленько нарисовал, и она в картине выросла. Годы-то прошли. Ты серьёзно? Да. То есть она и не только волш... Она ещё и параллельно запускает тоже... Ты по тем же принципам растёшь. Ну, не знаю. Эта картина самая сложная, что здесь есть. Чувствую, в комментариях сейчас напишут и объяснят мне тупому, как здесь устроен мир. Пожалуйста, я готов почитать ваше объяснение, но я, кажется... Мне надо подумать, правда. Мне надо подумать. Мне прям в лоб это сразу дали, и я... Мне надо посидеть. Мне надо посидеть, посмотреть, с коллегами порассуждать. Это вообще возможно. Коллегами. Это его личность, те коллеги его. Короче, всё. Смотрим одиннадцатую серию. Блин, а мне очень понравилось. Да мне понравилось. Нет, слушай, правда. Мне очень понравилось. Слушай, если честно, мне понравилось, правда. Ну, то есть, у меня нет такой... Филлер. Нет, хорошо. Офигенная серия. Ну, как минимум интересный. Очень. Предыдущий был такой, ну... Да, а вот это прям... Это прям прикольнее. Да. Потому что нас нарисовали. Всё, смотрим одиннадцатую серию. Спасибо, что были с нами, или вы не были с нами. Вы вообще как, с нами или не с нами? Это очень сложный философский вопрос. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.